Добрый день, уважаемые гости, участники нашей конференции, студенты и преподаватели. Наша встреча проходит в рамках 11-й Международной научно-практической конференции «Россия, Китай. История и культура». Именно эта конференция дала начало другой конференции, не менее важной, по актуальным вопросам преподавания китайского языка и культуры. Именно эта конференция проходила в апреле этого года уже второй раз. Именно там у нас зародилась идея новой темы дискуссионного клуба, который первый раз проходил в прошлом году. Российское китайское ведение прошло довольно долгую и интересную историю, начиная со времен Петровских времен, когда Петром I в 1700 году был издан указ о преподавании восточных языков. И заканчивается сегодняшними днями, когда ведущие китаисты нашей страны с большим энтузиазмом обсуждают вопросы ведения ЕГЭ по китайскому языку в 2019 году, а также проблемы, связанные с Российской Олимпиадой по китайскому языку. Сейчас ни для кого не секрет, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень своего взаимодействия. Контакты между различными организациями проходят все чаще, обретают более глубокий характер. Не исключением является и гуманитарная сфера. За последние годы, после проведения годов России в Китае, года Китая в России, переводится художественная литература, переводится кино, проходят зимние и летние лагеря, форумы. Все эти события повлияли на масштабы изучения китайского языка в нашей стране. В связи с разворотом на Восток возрос интерес российской молодежи к изучению китайского языка. С 2015 года было решено добавить китайский язык в печь всероссийских олимпиад школьников по иностранным языкам. Это непременно стало огромным шагом к унификации и стандартизации довольно разрозненной китаеведческой школы России. Следующим шагом, а я бы даже сказала прорывом, стало включение китайского языка в систему единого государственного экзамена в 2019 году. Все с нетерпением ждали этого события, были сомнения, опасения, до сих пор остается ряд нерешенных вопросов. Итак, темой дискуссионного клуба сегодня у нас стал вопрос о новых формах контроля, уровне иноязычной коммуникативной компетенции при обучении китайскому языку. Сегодня мы пригласили наших дорогих гостей, экспертов, принять участие в заседании нашего дискуссионного клуба и поподробнее рассказать о предысторию создания и включении Олимпиады по китайскому языку на всероссийский уровень и также обсудить форматы других форм контроля. Итак, знакомьтесь, хотел бы сейчас представить наших экспертов, спикеров. Это кандидат педагогических наук, доцент кафедры китайского, вьетнамского, тайского и других языков Московского государственного университета международных отношений Министерства иностранных дел, масловец Ольга Александровна. Старший преподаватель кафедры китайского языка Института иностранных языков Московского городского педагогического университета Малых Оксана Андреевна. И главный тренер сборной города Москвы по китайскому языку, заведующий кафедрой китайского языка Центр педагогического мастерства Круглов Владислав Владиславович. Итак, мой первый вопрос, наверное, к Ольге Александровне. Я хотела бы, чтобы вы рассказали о формах контроля знаний и умений, которые применяются сейчас при обучении китайского языка в целом. Что касается форм контроля, мы должны констатировать, что на сегодняшний день единой официально принятой формы контроля, конечно же, нет. Поскольку вы уже сказали о том, что в ближайшем будущем китайский язык войдет в государственную итоговую аттестацию, но пока этого не произошло. Поэтому в связи с этим на разных ступенях образования, как общего, так и высшего образования, существует разнообразное множество этих форм. В каждом разных типах учебных заведений преподаватели, учителя китайского языка вырабатывают свою систему того, как будут контролироваться, если мы говорим о ступени высшего образования, это общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, а если мы говорим о ступени все-таки общего образования, и как раз это тема сегодняшнего разговора, то в каждом учебном заведении это контролируется каким-то определенным образом, и контролируются, естественно, метапредметные, предметные и личностные результаты освоения общеобразовательной программы. То есть единой системы на сегодняшний день нет. То есть точно так же, как нет единой системы обучения китайскому языку в общеобразовательной школе. Соответственно, и в связи с этим существует разнообразие форм контроля. Хорошо, спасибо большое. Можно добавить? Да, конечно. Тем не менее, может быть, несколько преувеличено специалистами в области китайского языка наш особый статус, скажем так. Тем не менее, наши формы контроля по китайскому языку, скажем, не сильно отличаются от других учебных предметов. Естественно, у нас есть промежуточный, текущий, итоговый контроль, и формы индивидуальной, и групповой работы, письменной, и устной. Поэтому здесь мы в общих рамках. Но какой-то единой такой системы нет. Тут я полностью поддерживаю, Ольга Александровна. Спасибо большое. И тогда следующий вопрос. Мы сейчас говорим, что появляются новые технологии, современные методы преподавания и так далее. И изменилась ли система оценивания знаний за последние годы, и отличается ли она от того, что, например, как оценивали знания лет 20-30 назад? Ну, конечно, в этом плане изменения есть, поскольку сегодня я уже в своем выступлении, на пленарном заседании говорила, что мы живем сейчас в постнеклассической парадигме науки и образования. Это разворот к человеку, к субъекту, антропоцентрическая парадигма, как ее еще называют. И, естественно, еще несколько десятков лет назад это была знания парадигма. Мы давали знания, и, соответственно, мы проверяли эти знания. Сейчас, конечно же, мы формируем, если говорить о языковом образовании, умения и навыки, а более точнее это метапредметные, личностные и предметные результаты освоения дисциплины или предмета китайский язык. И более конкретно это уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. И, естественно, этот уровень мы выявляем уже с помощью другого инструментария. Тогда на каких принципах строится вот этот контроль знаний при обучении китайскому языку? Ну, естественно, это те же самые принципы, на которых строится и обучение иностранному языку, и китайскому языку в частности. Принципы эти обозначены в различных методологических и методических пособиях, связанных с языковым образованием. Это, естественно, принцип ориентации на личность. Это различные дидактические, общедидактические и частные методические принципы, которые прослеживаются как и в рамках обучения языку, так и находят отражение при контроле сформированной язычной коммуникативной компетенцией. Да, естественно, это общепризнанные принципы, которые предъявляются к любым видам контроля измерительных материалов. Принципы оценивания, любые тесты контроля измерительных материалов должны быть валидны, справедливы, ну и, соответственно, объективны и надежны. Вот тоже бы хотел добавить, что сейчас все эти принципы как раз и были спроецированы на Всероссийскую Олимпиаду школьников по китайскому языку. Как раз вот вы упомянули в представлении, что действительно с 2015 года проводится Всероссийская Олимпиада школьников по китайскому языку. И, на мой взгляд, это стало таким первым шагом к формированию единой формы контроля в школе, в сфере китайского языка. То есть мы сейчас можем сказать, что ЕГЭ и Всероссийская Олимпиада по китайскому языку — это одна из форм контроля знаний. Да, и если опять же делать такой экскурс в историю, в то время, когда царила все-таки знания, моя парадигма, и, соответственно, мы проверяли знания, это диктанты бесконечные, в общем-то, иностранным языкам, то сейчас это в большей степени уже тестовые формы контроля, и как раз вот то, о чем мы сегодня говорим, это как раз один из видов тестового контроля, который все-таки предполагает объективность оценивания, самое главное. Вот, и тогда по поводу объективности. Можно ли говорить о полной объективности оценивания, ну, при одной из любой вот таких форм контроля? И дают ли современные методы контроля вот этих знаний вот эту объективность? То есть я так понимаю, что, например, когда мы изучаем иностранный язык, ну, например, возьмем ЕГЭ по английскому языку, да, есть вопросы к объективности оценивания каких-то заданий, да? То есть как вот вы оцениваете, как вы считаете? Позвольте, я возьму слово. Сам формат ЕГЭ именно является объективным средством оценивания образовательных результатов, поскольку тестовые части, как в английском, так и в китайском, проверяются машиной, и тут там любой субъективизм абсолютно исключен. А задания с развернутым ответом, это раздел письмо и раздел устная часть, проверяются двумя экспертами независимыми по определенным критериям. И если вдруг, когда комиссия уже видит, что есть расхождение у одного эксперта и другого взглядов на представленный продукт школьника-выпускника, если расхождение существенное, там, 3-4, ну, в разных видах задания разное, то тогда назначается третий эксперт. Опять же, эксперты получают закодированную информацию, и поэтому тут тоже объективность очень-очень высока, оценивание результатов. Владислав Владиславович, а что Вы скажете по поводу оценивания Олимпиады? То же самое происходит и при оценивании Олимпиады, заданий устной и письменной части. В письменной части ребята пишут эссе, и как раз вот это эссе проверяется несколькими экспертами. Эксперты все имеют кандидаты или доктора феологических наук. Также в комиссии заключительного этапа Всероссийской Олимпиады присутствуют преподаватели из Института Конфуции, это, как правило, китайцы, которые просматривают все работы ребят и, соответственно, выводят объективную оценку. Вот то же самое происходит и на устной части, когда вся комиссия жюри, это примерно от пяти до семи человек, оценивает выступления ребят. И вот тут, кстати, стоит сказать об уникальном формате устной части Олимпиады, да, то, что во всех Всероссийских Олимпиадах по иностранным языкам, как правило, это либо монолог, либо диалог, то в Олимпиаде по китайскому языку это ток-шоу. Организуется ток-шоу, это свобода для творчества ребят, и тут можно оценить с нескольких, так сказать, аспектов. Это ток-шоу. А по каким критериям оценивается ток-шоу? Ток-шоу оценивается по двум группам критериев. Это групповые, соответственно, содержание ток-шоу и командная работа, и индивидуальные. Это выразительность, артистизм, насколько ребята артистичны, как они это показывают. Это лексическое оформление речи, грамматическое оформление речи и фонетика. Вот по следующим критериям. Спасибо большое. Вы хотели еще? Серьезнейшим образом мы подошли к выработке критериев. Очень долго мы работали над этим, и вообще все задания разрабатываются совместно с тестологами. То есть мы, специалисты-китаисты, работаем совместно с тестологами. Здесь тоже очень тщательнейшая работа проведена. Спасибо большое. Очень интересный ответ. И вот тогда такой вопрос. Буквально недавно, на прошлой неделе, состоялся открытый диалог в Москве, то есть площадка для общения преподавателя китайского языка. И там был вопрос по поводу международного экзамена HSK. И вот хотел бы сейчас у вас уточнить, чтобы вы дали свой, может быть, комментарий к этому вопросу. Международный экзамен HSK будет ли считаться формой контроля знаний для наших российских школьников или студентов? Естественно, как международный экзамен, это средство контроля. Это контрольный измерительный материал, который по объективным критериям можно выделить как средство контроля. Естественно. И может быть, тогда не стоило вводить наш отечественный экзамен, пользоваться международным экзаменом? Или как вы считаете? Начнем с того, что единый государственный, подчеркну, государственный экзамен, он прежде всего нацелен для того, чтобы наших выпускников проверить их сформированность коммуникативной, да, и неязычной коммуникативной компетенции, которые они сформировали, учась у нас, по нашим федеральным государственным образовательным стандартам, в наших реалиях, с теми требованиями, которые к ним предъявляются. И здесь не совсем правильно, наверное, сравнивать два этих контрольно-измерительных материала. Они имеют разные цели перед собой. Спасибо, да, то есть у них и функции, и задачи совершенно разные. Да, 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 поэтому они и то, и другое, это средство оценивано, но они существуют параллельно друг к другу. И смотря, какие цели преследует выпускник школы, он может задавать и то, и другое. Абсолютно. Да, можно добавить немножечко. В общем-то, я присоединяюсь с тем, что сказала Оксана Андреевна. Конечно, действительно, успешная сдача единого государственного экзамена дает российскому школьнику право поступления в российский вуз. А сдача успешной экзамена ЭЧСК позволяет им продолжить обучение уже в Китае. Поэтому действительно абсолютно разные цели. Я бы тоже хотел прокомментировать по поводу ЭЧСК. На мой взгляд, такая тенденция, что мы переходим к нашим национальным формам контроля, потому что как ЕГЭ, так и Олимпиады, это является нашими собственными, нашими отечественными разработками. И мы, я надеюсь, в будущем отойдем от формы контроля ЭЧСК. Конечно, он будет, но мы проверяем действительно сформированность коммуникативно-иноязычной компетенции, коммуникативно-межкультурной компетенции у наших учащихся, и как они занимались по нашим отечественным учебникам. Сейчас действительно такой острый вопрос – это создание наших собственных учебников. Я думаю, коллеги могут это прокомментировать, потому что как раз работают в этой сфере. И мы даже к Олимпиаде разрабатываем свой комплекс учебно-методических материалов для подготовки именно к Олимпиаде. Считаю, это огромный плюс вот этого формата, что у нас налаживается, у нас строится наша отечественная методическая школа в области китайского языка, которая до нынешнего этапа не существовала. Я хотела бы, наверное, еще тогда добавить, что Всероссийская Олимпиада в данном случае стала одним из первых, так скажем, усилилась мотивация наших школьников для дальнейшего изучения китайского языка на более высоком продвинутом уровне. И вот как раз Российская Олимпиада стала новой формой контроля, так скажем. Мы видим, что мотивируют школьников, они понимают, зачем учить китайский язык, что они могут сдать его и поступать с ним, продолжать его учить в УЗИ. Это действительно тоже еще один триггер к развитию этого процесса в нашей стране. Да, и мы можем это даже наблюдать в цифрах, что если в прошлом году участники Олимпиады были из 13 регионов Российской Федерации, то в этом году это количество увеличилось в два раза, да, уже 26 регионов участвуют. Все эти цифры, это китайский язык, да, который не так сильно распространен во многих регионах, но это увеличивается, приезжают талантливые дети, участвуют, побеждают. Это огромная мотивация для изучения китайского языка, потому что это дает ряд преимуществ, да, как поступление на филологическое направление в УЗИ без экзаменов, так и разные льготы, допустим, поездка в Китай, организует посольство Китайской Народной Республики Российской Федерации для детей. Это и денежные вознаграждения, и много разных других поощрений для детей. И для учителей. И для учителей, кто их готовит. Некоторые преподаватели, учителей тоже некоторая такая мотивация повышать свой уровень, соответствовать. Да, конечно. Владислав, я хотела у вас уточнить, сколько лет вы занимаетесь уже подготовкой школьников к Олимпиадам, и с чего все начиналось? Ну вот Олимпиада проходит третий год, мы третий год и занимаемся подготовкой к Олимпиаде. С самого начала мы это запустили, мы запустили очный курс подготовки к Российской Олимпиаде школьников. Сначала он состоял всего из двух аспектов, практически курс китайского языка и лингвострановедение. На нынешнем этапе у нас количество аспектов увеличилось до 13, это даже больше аспектов, чем в самой Олимпиаде, потому что мы действительно диверсифицируем наш образовательный процесс Центра педагогического мастерства. Допустим, мы расширили лингвострановедение, мы сейчас сделали лингвострановедение России и Китая, потому что в этом году хотят ввести межкультурный компонент в задании Олимпиады, будут вопросы как и по истории, по культуре, географии Китая, так и по истории, культуре, географии России, что очень важно. Также мы сделали аспект конфуцианства, истории и современности, потому что такие вопросы тоже встречаются. Мы сделали аспект истории искусства Китая. И действительно, детям очень интересно учиться, они получают новые знания о стране изучаемого языка. Более того, у нас существуют еще форматы как летней школы, мы каждое лето организуем летнюю школу, куда приезжают дети не только из Москвы, приезжают из регионов, из других стран. В этом году у нас из Латвии были двое учащихся в летней школе. И действительно, география расширяется, расширяются наши образовательные программы. Сейчас мы работаем над проектом с Артеком, с Крымом. Мы будем в этом году делать образовательную смену в Артеке, куда приедет 16 российских школьников, 16 китайских школьников. И будут учиться в одном отряде. Для них будет много разных образовательных возможностей, экскурсий по Крыму. Мы сейчас ведем как раз на эту тему переговоры с Артеком. И, соответственно, эта программа будет всероссийской. Мы приглашаем детей из регионов. Я знаю, в Казани много успешных школьников, которые приезжают, участвуют в Олимпиаде. И к нам приезжают в Москву на наши интенсивные курсы, на летние школы. Поэтому мы приглашаем на такие форматы. И хотим, чтобы это движение, Олимпиадное движение, действительно получало популяризацию по всей России. Чтобы оно распространялось, мотивировало детей, талантливых детей. В общем, у нас очень много талантливых детей в стране. И вот как раз Олимпиада является тем форматом, который объединяет их, который их сплочает. Из многих регионов приезжают дети. Они общаются, делятся опытом подготовки. В дальнейшем это люди, которые будут работать в одной профессиональной сфере. Поэтому я считаю, этот базис надо заложить на этом начальном уровне, на школьном уровне. Создать преемственность школы ВУЖ, чтобы в дальнейшем они работали вместе, общались. И создавали единую китовическую образовательную среду, профессиональную среду. Спасибо большое за приглашение наших школьников поучаствовать в ваших образовательных программах. Да, уже действительно третий год, в этом году уже будет четвертый, когда наши школьники готовятся к региональным этапам, к всероссийскому этапам. И я знаю от них, что существует ряд проблем, так скажем, вопросов, как к самим заданиям, так и к участникам этих Олимпиад. Может быть, вы ответите на данный вопрос? Действительно, это такой сложный вопрос, касающийся и заданий, и участников. На данном этапе идет модернизация заданий Олимпиады, вводится задание на перевод. С чем это связано? Что с каждым годом увеличивается количество победителей и призеров, этнических китайцев. Если в первом году эта цифра была 50% в первом году проведения Олимпиады, во втором году эта цифра стала уже 65%, и в этом году мы получили цифру 76,4% призеров и победителей, этнических китайцев. И у многих победителей и призеров, гражданцев Китайской Народной Республики, прошу отметить. Однако это все в соответствии с нормативными документами, в соответствии с положением об Всероссийской Олимпиаде школьников, могут участвовать все те учащиеся, которые обучаются в образовательных учреждениях, аккредитованных на территории Российской Федерации. Мы знаем, что у нас много китайцев-мигрантов в Хуатяо, которые приезжают в Россию, и их дети учатся в школах, а школам нужен рейтинг, они посылают детей на Олимпиаду, и вот происходит такая ситуация. Ну и для самих детей-то это хорошо, они поедут в Китай, вернутся к своим бабушке и дедушке, получат, если они учатся в Москве, призеры получат 200 тысяч рублей, победители получат 300 тысяч рублей. И вот в этом году три китайца получили практически миллион. Ну, отличная ситуация для китайцев. И самое для меня страшное, что многие регионы поощряют это. И вот я был на одной из форматов конференции, и вот как раз выступали, не буду называть регион, и говорят, вот мы выбили для наших участников китайцев, чтобы им выделить деньги из регионального бюджета. Я встал и говорю, ну что же вы делаете? Я говорю, вы же своими руками губите этот формат. Это отличный формат для наших детей. Но, ну как, когда соревнуется человек, изучающий, да, китайский язык, как иностранный, подчеркну, да, и носитель языка, это абсолютно разные требования. Мы уже предлагали разделить их, да, но разделить нельзя, потому что общие правила для всех олимпиад по иностранным языкам. Мы не можем их делить. По немецкому, по французскому, по испанскому, по итальянскому языкам. Такая ситуация тоже наблюдается, но там не такой большой процент. Да, потому что итальянцы, испанцы, они вот живут в своей Европе, они там поступят, и наши вузы, так сказать, они хотят у себя учиться. Да, а китайцы сейчас наблюдают такая тенденция, что вот на фоне роста сотрудничества Россия-Китай и на фоне роста сотрудничества в сфере образования, да, мы знаем, как это активно происходит, многие китайские абитуренты приезжают к нам и поступают в наши вузы, да. Вот я в Москве, я могу сказать, что в МГУ ИСАО очень много китайских студентов учится, в РГГУ, в МГИМО, в том же... Судя по улицам у вас тоже. Да, тоже и в вашем университете, да. Действительно, в Санкт-Петербурге сколько, да, китайских студентов. Конечно, сейчас наблюдается такая тенденция, что они приезжают, поступают, и когда они могут поступить на бюджетную программу, для них, конечно, это большая... Еще и денег получить, это и поездка в Китай, конечно. Для них это большое. И еще посмотреть новый город, потому что, как мы знаем, Российская Олимпиада в первом году проводилась в Волгограде, во втором году проводилась в Благовещенске, была шикарная культурная программа, и вот в третьем году проводилась, опять же, в Волгограде. То есть это путешествие для олимпиадники, да, вот кто доходит до заключительного этапа, им устраивают разные мастер-классы, и обширную культурную программу. Когда были в Благовещенске экскурсии по городу, и даже планировались экскурсии в соседний город Хэйхэ. Вот, действительно, и дети поехали, посмотрели приграничный город. Вот, действительно, очень много возможностей для них, но как эту ситуацию, на наш взгляд, нужно исправлять? Это надо модернизировать структуру олимпиады. Да, несмотря на то, что сейчас мы отходим от грамматико-переводного метода, мы сейчас живем в антропоцентрической образовательной парадигме, тем не менее, для формата олимпиады, я считаю, что должны быть какие-то задания на перевод, потому что мы тогда не исправим эту ситуацию, да, как бы это печально не было, и как бы это не соответствовало современным образовательным тенденциям. Более того, мы предлагаем задание, вот мы предложили задание на межкультурный подход, да, чтобы был обязательный межкультурный компонент, чтобы не только о Китае спрашивалось, а спрашивалось и о своей родной стране, о России, да, это в первую очередь стимулирует учащихся изучение тезауруса о России, да, географических реалий, исторических реалий, да, и вот мы этот аспект ввели со второго семестра прошлого года, и вот у нас уже дети, вот, выпустившиеся как раз одиннадцатый класс из ЦПМ, я их рекомендовал даже в качестве переводчиков на чемпионат мира по футболу, они там отлично работали, дали грамоту, мне благодарность, то, что я их направил, то есть это действительно дети, которые могут, дети, которые готовы работать, и для них это большая возможность, но когда они встречаются с проблемой, что участвуют этнические китайцы, они меня спрашивают, Владислав Александрович, почему, вот как мы наравне с ними будем соревноваться, как, у них, это для них родной язык, и аудирование, чтение, лексика грамматики, когда все на китайском, и еще вопросы о своей стране, но, кстати, вот тут китайцы плохо отвечают на лингву страны, они не знают ни историю своей страны, ни географию, очень вот низкие, то мы с ними боремся, мы их учим лингву страноведению Китая, вот они у наши... Ну, а вот как мы тоже, даже вот у нас в Центре педагогического мастерства, мы набираем группы, соответственно, приходят, опять же, этнические китайцы, но мы же не скажем им, что не приходите, не приходите к нам, это дискриминация, да, и вот у нас подтвердит, как раз в зале сидит один из преподавателей тренерского состава сборной Москвы, Татьяна Александровна Урывская, как раз активно участвует в подготовке школьников, вот она может подтвердить, как раз, что действительно у нас много учатся детей в сильной группе китайских. Но тут плюс какой, что наши дети очень активно с ними общаются, да, то есть они перенимают у них вот как раз навыки устной речи, да, вот как раз навыки устной речи, один из аспектов Олимпиады, они тренируются таким образом к заданиям Олимпиады. То есть для них, с одной стороны, это хорошо, но эту ситуацию, я считаю, надо исправлять, и вот говоря о нашем проекте, что мы будем делать в Артеке, мы хотим сделать, чтобы именно поехали дети с российским гражданством, именно наши российские школьники. Вот таким образом. Спасибо большое. Очень подробный ответ. И я думаю, что многие из наших участников сегодняшнего дискуссионного клуба, наверное, захотели сами попробовать свои силы у нас в Российской Олимпиаде по китайским языкам. Ну, они уже закончили школу, большинство, я так смотрю, вряд ли удастся. И такой вопрос. Может быть, тогда Владислав Владиславович, вы продолжите отвечать. Задания в ЕГЭ и задания в Олимпиаде, это разные задания? То есть можно ли, подготовившись к Олимпиаде, в дальнейшем без проблем сдать ЕГЭ? Или это все-таки разные форматы и разные формы контроля? Вот мы как раз с коллегами в кулуарах сегодня обсуждали этот вопрос. Я не могу сказать, учи язык, ты все сдашь. Конечно, потому что во ВГОСах прописаны одни и те же требования, как и для Олимпиады, как и Российская Олимпиада школьников по китайскому языку зиждется на требованиях ВГОС, так и ЕГЭ по китайскому языку, это все базируется на ВГОСе. И тестовый формат, это и в ЕГЭ, и в Олимпиаде, о чем сегодня говорила Ольга Александровна. Конечно же, мы проверяем уровень сформированности иноязычно-коммуникативной компетенции в составе всех ее составляющих компетенций, лингвистической, речевой, социокультурной и так далее. Естественно, мы проверяем лексические и грамматические навыки учащихся, фонетические навыки, и мы также проверяем и в формате ЕГЭ, и в формате Олимпиады, мы проверяем умения в четырех видах речевой деятельности — аудирование, чтение, письмо и говорение. И говорение, в общем-то, в двух его формах — это монологическая речь и идеологическая речь. Все это проверяется и в формате Олимпиады, и в формате ЕГЭ. Единственное, что инструментарий разный. Как правильно сказали мои коллеги, учите, и все получится. Мне кажется, формат как раз Олимпиады в разговорении в разделе «Усная честь», как у нас это принято в ЕГЭ называть, он более инновационный, он более творческий, потому что все-таки, естественно, формат ЕГЭ не позволяет собрать группу, инициировать им ролевую игру и так далее. Ну да, потому что вот этот формат действительно дети проявляют себя на нем. Кто-то может встать, спеть, кто-то там и станцевать может, кто-то вот ведущий, да, очень важного, да, потому что там вот артистизм проверяется, и как раз вот дети там, мы смотрим разные китайские ток-шоу, разные наши, то есть какие методики можно, как там зайти лучше, как начать. То есть это вот для детей это очень интересно этим заниматься, да, с одной стороны язык, а с другой стороны вот такие навыки, которые им действительно пригодятся, мне кажется. Хочется подчеркнуть, что действительно это новые формы контроля, да, поскольку цель — это все-таки развитие умения устной и письменной коммуникации сейчас у нас стоит, и, соответственно, устная часть и письменная часть с развернутым ответом ЕГЭ, и вот Олимпиада, да, устная часть в виде дискуссии — это, конечно, тот инструментарий, который проверяет то, как сформирована речевая компетенция, прежде всего, у обучающихся. И это, конечно же, в полной мере отвечает целям языкового образования сегодняшнего. Спасибо большое. Время нашей встречи подходит к концу, невозможно, как бы, обсудить все вопросы за столь короткое время, но я бы хотела попросить наших дорогих экспертов, наших спикеров, прокомментировать вообще ситуацию изучения китайского языка в школах в России сейчас, вот на данный момент. Ну, давайте я начну, и коллеги присоединятся. Да. Вот три года апробационных мероприятий, которые предшествовали тому кульминационному моменту, который состоится в этом году, они выявили, конечно же, ряд проблем. И имеются, конечно же, положительные какие-то моменты. Это, в первую очередь, создание примерных программ по китайскому языку, наконец-то, да, потому что системы действительно не было, не было единой примерной программы, и в разных регионах, в разных учебных заведениях учили так, как считают нужным. Конечно же, выявились проблемы, связанные с тем, что очень тяжело нашим ребятам выражать свои мысли, как устно, так и письменно. Вот, и это как раз цели, да, мы развиваем, формируем иноязычную коммуникативную компетенцию. А здесь как раз вот был выявлен некоторый пробел. И, естественно, зная это и понимая это, и преподаватели, учителя китайского языка уже могут ориентироваться на то, а что будет проверяться и соответствующим образом готовить учащихся. Ольга Александровна, я хотела еще вас уточнить. Я знаю, что, кроме того, вы еще и ведущий у нас методист и автор недавно подготовленных к печати учебных пособий по китайскому языку, как вот для начальных классов, так и более уже продвинутых, тех, кто изучает китайский язык довольно давно. Вот написание этих учебных пособий, это, я так понимаю, не только ваше желание, но это еще и, так скажем, острая необходимость сейчас, я так понимаю, да, как вы считаете? Я, конечно, по поводу ведущего методиста, так очень громко сказано. Да, я занимаюсь вопросами теории методики обучения китайскому языку. У нас просто в стране вот эта наука еще только-только начинает развиваться. Оксана Андреевна у нас тоже в этом направлении работает и, в общем-то, занимается научным исследованием в этой области. По поводу учебников, да, на данный момент готовится к изданию линейка УМК для начальной школы, и моим соавтором там как раз является Оксана Андреевна, это наше совместное произведение. И параллельно готовится, так скажем, ну не линейка, а два тома учебного пособия по китайскому языку, уже такого продвинутого уровня для студентов вузов. И там, естественно, конечно же, мы попытались изложить вот те все научные положения, которые, в общем-то, провозглашаются в такой науке, которая называется теория методик обучения иностранным языкам, да, или лингводидактика, да, ну и в частности, восточная лингводидактика, вот то, над чем мы занимаемся, то, над чем мы работаем. Спасибо большое. Я думаю, что данные учебники станут очень хорошим подспорьем для наших и учителей, и для школьников, потому что учебники второго, это, по-моему, у вас со второго класса, да, начинайте? Это учебники по китайскому языку, как первому иностранному, то есть аналогичных учебников УМК, УМК даже, так скажем, пока в нашей стране нет, и я даже, ну, может, если можно, прорекламировать линейка, да. Эта серия называется «Путешествие на Восток», она выстрадана, им очень долго и тяжело работали, потому что все-таки учебник для учащихся начальной школы, это очень-очень сложно, если учитывать все-все, то, что уже было десятилетиями выработано, да, то есть наукой, да, о том, как же обучать иностранным языкам, и опять же, вот, как обучать китайскому языку, чтобы все это учесть, и чтобы все это было на научной основе, естественно, нам пришлось приложить огромное усилие, вот мы выстрадали буквально, ну и надеемся, да, да, то есть я просто давно этим всем заинтересовалась, очень много последние, в общем, практически последние десятилетия в этой области работала, и вот сейчас уже целенаправленно, активно мы, в общем-то, подходим к неким результатам, поэтому ждите, как нам обещает издательство просвещения, к концу года уже должна появиться эта линейка для 2-го, 3-го, 4-го класса, называется «Путешествие на Восток», мы надеемся, что она понравится и школьникам, и, конечно же, учителям, потому что там будет все, и книга для учителя, и, в общем, каждый урок учебника будет соответствовать занятию, да, вот этому академическому часу 40 минут, где все распланировано, и, в общем-то... Спасибо. Мы очень ждем выхода этого учебника и пожелаем вам скорейшего выхода данного УМК и дальнейших написаний новых учебных пособий. Спасибо. Я тоже... Слафик тоже пишет. Да. Я бы тоже хотел прокомментировать тут то, что сказала Ольга Александровна. Ольга Александровна сказала, что только начинается развиваться, а мне кажется, уже вот сейчас идет такое бурное развитие, потому что если сравнивать, да, с теми же европейскими странами в сфере школьного образования, у них очень это слабо развито. Я на разных международных форматах, конференциях выступаю как раз с темой Российской Олимпиады школьников, и ко мне подходят зарубежные коллеги и вот с такими удивленными глазами спрашивают, что у вас действительно на школьном уровне это развивается. Ну, нету больше аналога ни в Европе, ни в Азиа... Ну, в Азиа в Японии это со школы начинается, а в Европе нету такого аналога, как Всероссийская Олимпиада, такого олимпиадного движения. Я считаю, что это огромный плюс в нашей стране, огромный плюс образовательных тенденций в нашей стране, потому что это очень важно. Это очень важно создавать преемственность, потому что вот дети, которые потом приходят в ВУЗ, они в некоторых ВУЗах есть возможность продолжить изучать этот восточный язык, да, и на уровне выпуска из бакалавриата, они действительно, их можно уже отправлять работать там в разные структуры, в государственные структуры, у них очень высокий уровень языка. Вот, и я считаю, что это огромный плюс в нашей стране, вот развитие востоковедения, китоведения в целом. ИГ как раз тоже стимулирует появление и открытие таких групп продолжающих ВУЗов, потому что до этого момента ВУЗы просто не имели такой возможности. Да, но это, кстати, большая проблема, то что у нас, да, нет возможности продолжить во многих. Ну, сейчас появляется вот с введением ЕГЭ, с развитием Олимпиады, и надеюсь, что эта тенденция будет только возрастать. Вот, и в ВУЗах будут открывать группы продолжающего китайского языка, потому что это необходимо. Да, действительно, вот в этом году даже у нас поступили ребята, которые уже сдали чизкей третий, то есть на первый курс, и, конечно, им уже не очень интересно сидеть с теми, кто только-только с нуля начинает изучать. Хорошо, спасибо большое. И мне тут показывает, что у нас появились вопросы в зале. Давайте их послушаем. И постараемся ответить. Спасибо. Алекс Рогнер, ведущий аналитик онлайн-платформы по приему экзамена «Экзамус» Сколково. Прокомментируйте, пожалуйста, пару моментов. Первое, как обстоит вообще ситуация с онлайн-образованием китайский язык, китайская культура в России на данный момент, и какие поправки и корректировки делаются в рамках средств контроля, исходя из того, что мы вступаем в цифровую эпоху, и рукописный китайский, и рукописное написание становится все менее востребованным, и все больше ввода именно цифрового происходит. Спасибо. Можно, да? Ну вот как раз сейчас мы празднуем 60 лет введению звукобуквенного стандарта слова китайского языка. Как раз мы используем это часто при создании онлайн-курсов, при создании онлайн-платформ. Если говорить про Олимпиаду, да, мы делаем онлайн-курсы. Сейчас мы даем курсы Иркутской китайской школы, где выступят ведущие специалисты в области китай-ведения Иркутского государственного университета. Это как раз будет направлено на учителей, кто готовит детей к Олимпиаде. Потом формат сотрудничества с Артеком мы в рамках этого формата тоже создаем онлайн-курс. И действительно у нас сейчас в Центре педагогического мастерства идет такая установка, что надо больше создавать онлайн-курсов. Я с вами согласен, что сейчас цифровизация образования идет очень активно, и мы должны, соответственно, с китайским языком обязательно соответствовать этим требованиям. А как без этого? В Московском городском педагогическом университете тоже Игорь Михайлович Римаренко дал установку создать онлайн-курс. Так что наше качество сейчас китайского языка тоже будет работать над этим процессом. Все на волне, на гребне, волны. Да, вузы постепенно переходят к этому, к новым информационно-коммуникационным технологиям. Что касается общеобразовательных школ, то вот в Москве активно используется Московская электронная школа. Причем все преподаватели обязаны разрабатывать материалы, выставлять на всеобщее пользование, и самое главное — активно использовать это в процессе учебы. Что касается алфавита китайского языка, рукописного написания, либо печатного варианта, да, здесь, конечно же, сколько китаистов, столько и мнений. Одни считают, что нужно продолжать учить писать от руки иероглифы, другие считают, что даже сами китайцы уже ничего не пишут, опечатают. Буквально недавно у нас был разговор, не могу вспомнить с кем, но кто-то мне говорил, что часть китайцев, да, то есть этнические китайцы, они наоборот, то есть, пользуясь различными гаджетами, они от руки набирают, да. То есть, поэтому здесь, конечно, такой разброс мнений, и мы, в общем-то, встречаясь с нашими коллегами-китаистами на различных научно-практических мероприятиях, так или иначе, всегда вот эти вопросы затрагиваем, и споров очень много, конечно же. Прийти к единому мнению иногда бывает очень сложно. Да, в Петербурге, я вот помню, тоже у нас была дискуссия, я выступала с докладом по поводу методов преподавания иероглифики, и мне задавали вопрос, а зачем вы студентов обучаете писать иероглифы? Зачем это нужно, да? Вот, и там произошла очень большая бурная дискуссия по этому поводу. Мне кажется, мы должны понимать, что иероглиф — это не просто знак письма, да, это всё-таки ещё и огромный пласт культурный, и мы знаем, насколько серьёзно китайцы к этому относятся, и, в общем-то, это же искусство, каллиграфия, да, это образ мыслей, и поэтому это тоже нельзя отрицать. Вот лично я сторонник того, что надо учить всё-таки писать от руки. Да, и я так понимаю, вот я точно знаю, что в заданиях Всероссийской Олимпиады есть письмо, сочинение, да, которое пишется от руки, и это один из важных элементов. И ещё один вопрос от нашего участника. Семёнов Федландович, Александр Владимирович, дипломатическая академия. У меня преподаватель китайский рынок 40 лет. Вот, поэтому мне хочется, то есть мы работаем уже с теми, кого подготовили или кто приходит из школ, соответственно, выпускаем в свет. Вот такой вопрос насчёт ЕГЭ. Какая корреляция между китайскими и ЧСК, и разрабатываем вами, так сказать, и ЕГЭ, и, соответственно, программами? Потому что всё-таки надо в качестве цели ставить всё-таки китайские, так сказать, экзамены. Первое. Второе. Нужно учитывать, что ЧСК и китайские, их было два, как вы знаете, да, и китайцы в своей истории, то есть к подходе к ЧСК шли от сложного к простому. То есть, иными словами, они упрощали ЧСК для того, чтобы охватить как можно больше народу. То есть, ну, если вы знакомы с ЧСК, то первый сертификат — это 150 иероглифов, второй — это 300, третий — это 600 и так далее. Пятый уровень — это полторы тысячи. В Дип-Академии полторы тысячи ролев мы даём за полтора года. То есть, интенсификация процесса. Вот. Понимаете, в чём дело? То есть, ЧСК — это программа для упрощённого подхода к китайскому языку, для охвата всего мира. То есть, это бизнес-проект. Понимаете? То есть, как ваш, так сказать, ваш ЕГЭ, который вы зарабатываете, как программы, так сказать, для наших школьников соответствуют с ЕГЭ, то есть, с ЧСК, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, и теперь, как вы знаете, есть ЧСК для школьников, для средних школьников, там, кажется, три уровня, да? 8-8. Да. То, соответственно, сколько всё-таки иероглифов? Хоть сейчас, так сказать, к иероглифам относятся очень-очень приближительно, хотя, то есть, и как бы всегда идёт, так сказать, дискуссия между фонетическим подходом и иероглифическим. Вот. Ну, как бы Китай, китайец без иероглифа не китайец. То есть, отберите иероглиф, и китайец станет кем угодно. То есть, мышление через иероглифику, через стереотип, а это только иероглиф. И если вы, так сказать, при подготовке упускаете иероглифическую сторону, то вы считаете, что через год, через два китайский язык уходит. Потому что, так сказать, та база, которая есть, это иероглифическая. Пожалуйста, вот у меня такие вопросы. Просто интересно, как вы это всё готовите. Позвольте, я начну. Коллеги поддержат или опровергнут моё мнение. На протяжении всех лет, которые мы занимаемся процессом подготовки и разработки ЕГЭ, нам задают один и тот же вопрос. В той или иной форме. Какой иероглифический минимум, какой лексический минимум и так далее. Но, как сказала Ольга Александровна, именно с приходом в 2016 году нашей рабочей группы в этот процесс, в этот проект, мы первое, что сделали, это написали примерные программы. И учитывая то, что у нас в стране нет учебников, которые были бы рекомендованы Министерством образования, просвещения для школ, опять же, не было программы. Они только сейчас появились, и появились только для китайского, как второго иностранного, опять же, для китайского, как первого иностранного программы до сих пор. Нет и такого заказа нам тоже пока не поступает. Мы не можем никак регламентировать этот процесс. Мы не можем сказать, вы должны знать вот эти конкретные иероглифы в таком вот количестве. Единственное, что нами движет, это федеральный государственный образовательный стандарт, где прописано, что требования, которые проявляются выпускнику, это уровень пороговый. То есть там не даны конкретный список иероглифов, а даны определенные темы, и в рамках этой темы, соответственно, уже... Никакое количество. Да, количество не оговаривается. И это, конечно же, действительно проблема, потому что, как сказала Александра Андреевна, всех это интересует, потому что долгие годы все готовили к очистке, и у всех был вот определенный объем лексики иероглифики. Все спрашивают, сколько мы должны делать иероглифов. Ну, понимаете, можно тремя словами о чем-то рассказать, да? Ну, уже, например, о своей семье, да? А можно рассказать вообще целый роман написать. Поэтому тут... В примерных программах мы отразили, да. Мы, в примерных программах, в примерных программах есть... Да, там есть требования очень серьезные, да, и к лексическим навыкам, и грамматическим, и все это в рамках каких тем должно уговариваться. И сами темы звучат не просто уже, да, там, школа, семья, а они звучат проблематично, да, современное общество и человек, взаимоотношения. Естественно, ты понимаешь, чтобы рассказать о взаимоотношениях, нужно, в общем-то, обладать достаточно объемным запасом. Но это нигде не оговаривается, и мы разговаривали с коллегами по другим европейским языкам, как они в такой ситуации поступали, когда вот начали разрабатывать этот экзамен. Там тоже объем не оговаривается. То есть это все оговаривается через вот сферы. Европейский язык — это разные вещи. В китайском языке через рубль. Да, да. Европейский буквенный язык... Конечно, конечно, мы здесь понимаем, да, что действительно проблема есть. Политический минимум, в принципе, должен быть обязательно. Потому что человек, когда начинает учить, он должен понимать, какой объем, да, и что из этого объема он может, так сказать, сделать. Если у вас нет какого-то литического минимума или эролитического минимума, то как можно требовать одинаковых подходов, как можно требовать одинакового контроля к людям, которые знают 300 иероглифов или там 500 иероглифов и 100. Но ведь это совсем разная база. И совсем по-разному они могут себя как-то проявлять. Как я понимаю, сейчас же главное решить коммунитативную задачу. И вот тот объем иероглифов, который, да, он не пропит... Потому что в школе все изучается вот в рамках определенной темы, да, и по разным, соответственно, учебным материалам. И вот в рамках темы его главная цель — раскрыть коммунитативную задачу. В принципе, то же самое, что и в Олимпиаде, да. Вот идет, там, по последнему предложению пишется сочинение, сочинение, там не дается тема, там не дается моя семья, там пишется по последнему предложению, и поэтому я уехал жить в другой город. И они могут это сочинение развернуть так, как они хотят. В принципе, там тоже в Олимпиаде нет такого точного списка иероглифов. Я понимаю, о чем вы говорите, да, это чисто китайская традиция еще с древних времен, когда были списки их за... Определенно. Ну, конечно, они сделали это в чизкейт. Поэтому китайцы и занимаются из 5% мест, потому что, естественно, они знают лучше иероглиф, у них гораздо больше объем. И наши не могут с ними соревноваться. Однозначно. Дополню, касаемо ЕГЭ, все те объекты содержания, которые подвергаются контролю, они перечислены в таких документах, как кодификатор и спецификация. Также есть метод рекомендаций, в которых подробно описано, как нужно готовиться и как нужно себя проявлять в разделе письмо и в разделе устная часть. Поэтому здесь мы как раз-таки конкретно им даем, что не в количестве иероглифов или в списке, а конкретно в тех пунктах, грамматика, такой-то, такой-то, такой-то пункт, фонетика, что-то, то-то, то-то и так далее. Мне кажется, когда будет рекомендован один учебник единый, тогда вот эту систему, мне кажется, немножко... Конечно. Да, этот вопрос снимается. Нашим коллегам, немцам, французам и так далее, намного проще. Они просто открывают учебник, если вдруг задание есть, слово, которое нет, в эти учебники, значит, задание подлежит замене. Мы пока не можем себе позволить такой роскоши. А у нас ситуация разворачивается иным образом. У нас все одновременно. И одновременно примерные программы, и одновременно формат экзамена разрабатывается, и одновременно тут же уже начинают издаваться учебники. И всем сложно, да, но все, в общем-то, пытаются как-то отразить вот именно требования федеральных образовательных стандартов, вот учесть максимально. Спасибо большое. Еще вопросы? Да, вот. Касимова Елена, Центр китайского языка и культуры Фарфоровая фагота, город Тюмень. Вот по части задачи ЕГЭ у меня есть продолжение вопроса. Как сдавать ЕГЭ, если в школах не преподается китайский пока еще? Как иностранный язык, как второй иностранный язык, но уже все больше и больше детей его учат где-то в частных центрах. Есть такая возможность у них? Конечно, любой школьник может издавать любой предмет. Начиная с 2019 года он может выбрать китайский язык, и органы власти непосредственно, местные, должны им предоставить такую возможность. Да, я бы хотела даже добавить, что то же самое, по-моему, по Олимпиадам. То есть у нас не все школьники изучают китайский язык конкретно в этой школе, где он обучается, но он может прийти и записаться, так скажем, издать в Всероссийскую Олимпиаду, написать вначале школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и так далее. Школьник правит написать любую Олимпиаду, даже если этого предмета нет, в школе по астрономии есть Олимпиаду, по МХК. То есть он любую Олимпиаду выбирает и пишет, какую хочет. То же самое по ЕГЭ. То есть сейчас в центре стоит человек, антропоцентрическая практика. Демократия. То есть в том числе, допустим, у младших школьники, если, например, 7-8 лет, он уже изучает китайский язык? Он может, допустим, пойти дальше, внутришкольный этап успешно написать и пойти дальше на городской этап. Да, есть два этапа, да. Писать далее уже за пятый класс. Следующий этап. Да, он может и раньше. Да, школьники могут раньше писать. Допустим, вот у нас многие дети, обучаясь в восьмом классе, пишут этап с девятого по одиннадцатый. И вот мы сюда на Олимпиаду, на заключительный этап, привозим два или три восьмиклассника. То есть у нас всегда по этим показателям... Включили бы выразить? Нет, нет, конечно. И то же самое, когда мы набираем группы в Центр педагогического мастерства, мы никаких ограничений не делаем. Пусть хоть пятилетний ребенок придет, он в школе учится, мы его возьмем, если у него китайский хороший. Поэтому только от знания языка зависит. Там, по-моему, единственный есть нюанс. Если он, например, на школьном или на муниципальном этапе сдает Олимпиаду за пятый класс, то в дальнейшем на региональном этапе он тоже так же идет... Да, 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 он идет по одной линии. Да, он идет в рамках одной категории. Либо 9-й, 11-й, либо 5-й, 6-й, либо 7-й, 8-й класс. Дело в том, что у нас тоже был такой случай, когда, например, изначально записались на уровень повыше, а региональный этап уже подразумевает, что там уже и задания более сложные, решили сдать экзамен за пятый класс. Ну, в общем, такое уже не допускается. Я помню, как раз в Благовещенске, вот там участник был, как раз от Благовещенска, он, обучаясь в шестом или в пятом классе, участвовал в заключительном этапе для... Он китайский. Этнический китайский. Я даже в этом случае вопросов нет. Да, да, да. Он такой маленький. Он такой маленький, да, мальчик, пришел на Олимпиаду соревноваться. Вот, и такое бывает. Всех победил. Не, не победил, кстати. Иероглифы плохо писаны. Да, да, иероглифы были плохие. Да, китайцы, кстати, иероглифы плохо пишут. Они очень... У них, да, вот, то, которое... Ну, разные, но есть, да, которые... Есть, которые пишут, а есть, которые не пишут. Да, они сами забывают иероглифы. То есть вот у нас китайцы... Мы учим китайцев иероглифы писать. То есть мы в такой ситуации. Вот нам создали такие условия, вот мы в них находимся. Да, я прихожу, мы вводим... У нас есть психологические дисциплины в Центре Педагогического Министерства. Вот мы читаем фразеологию китайского языка. Вот моя коллега читает, Татьяна Александровна. Я читаю лексикологию китайского языка. У тебя завтра буду рассказывать в своем докладе. И теория грамматики у нас есть. Вот, ну, китайцы приходят, а вот им приходится это все учить. Ну, а как? Ну, плохо учится, мы отчисляем. Плохо учится. Спасибо. Еще вопрос по этническому. У Светланы Юрьевны вопрос? Да. Сопроведение студентов. Многих отношений к кафедре Алтайстики Китая-Видни. Я, на самом деле, три вопроса хотела задать. Каждому? Каждому вопросу. Нет. Всем три. Ну, во-первых, уточнить хотела бы. Значит, все-таки в Олимпиаде, в ЕГЭ у нас нет рекомендованной литературы. У нас есть только рекомендованная тематика. У нас есть нормативные документы, да, вот, Оксана Андреевна уже об этом говорила, ну, по крайней мере, в ЕГЭ, да, это спецификации и кодификатор, где прописано, и примерные программы по китайскому языку, где все прописано, и все, что прописано, оно строится на основе федерального государственного образовательного стандарта в области. Но к учебникам мы не отсылаем. Нет, мы к учебникам не отсылаем. Я имею в виду и про Олимпиаду в том числе. Про Олимпиаду, по Олимпиаде есть методические рекомендации, да, для каждого этапа Олимпиады. Но там никаких учебных материалов не прописано. Однако, вот, первая Олимпиада, которая проводилась, она базировалась практически полностью на одном двухтомнике, который мы активно в Москве используем. И вот я помню победитель как раз, победитель вот этой Олимпиады, вот как раз мы его готовили, он мог сказать, он знал наизусть вообще эти два тома, то есть он знал там, под каким номером идет какое дополнительное слово. Вот, это стало показателем, да, того, что вот он выиграл, он первое место занял среди вот всей. Потом пошел такой процесс Олимпиады, отхода от какого-то конкретного учебника, да. И сейчас то, что мы имеем, да, это абсолютно такой диверсифицированный формат. То есть там нельзя взять один учебник и подготовиться по нему. Вот я как раз в завтрашнем докладе буду рассказывать про лексико-грамматические аспекты, сколько пособий мы используем. Мы итальянские используем, и американские, ну, то есть в основном наше отечество. Но мы берем из разных сфер, то есть мы берем сам формат, смотрим, где есть задания и внедряем их в процесс подготовки. Ну, по самому ЕГЭ, мы когда начали заниматься в 2016 году этим процессом, у нас установка была однозначная. Никакого основного учебника, не ориентироваться ни на какой учебник. Ну, на самом деле, второй вопрос уже отпал, потому что вы уже обширно ответили на мой первый, да. И третий вопрос. Как вы считаете, вот это вот повальное введение изучения китайского языка сейчас в школах, в университетах, да, то, что очень много студентов поступают на китайский язык. Это устойчивый процесс? Он будет, по вашему мнению, будут ли увеличиваться количества или уменьшаться? Как вы считаете? Ну, я бы сказала, что это не повальное явление, это такая тенденция, да, которая нарастает вот в последние десятилетия в разных регионах по-разному. В одних регионах уже спад наблюдается, да, например, вот Благовещенск, там некий спад происходит, потому что повальным это было в 90-е годы. То есть это было просто очень модно, все открылись границы, и там просто был бум китайского языка. А в других регионах сейчас, да, мне кажется... Да, до Москвы эта волна только сейчас дошла. Да, до Москвы эта волна только сейчас дошла. То есть сейчас вот там на Дальнем Востоке некий спад, все как-то спокойно стало, да, а здесь, наоборот, очень бурно начало развиваться. Конечно же, это требование времени, да, а система образования, как я с ней говорила, она очень чутко, в общем-то, настроена, да, и, соответственно, это все тут же отражается в системе образования. Вот видите, вот сегодня уже говорила, что страна повернулась на Восток, хотя многие историки, да, политологи говорят, что этот процесс начался уже очень давно, да, и вот он нарастает. Ну, соответственно, и, ну, мой личный взгляд, мне кажется, все будет только развиваться. Но не считаете ли вы, что когда-нибудь опять наступит какой-то кризис? Ну... Все возможно, абсолютно, мне кажется, здесь. Ну, вот, я считаю, что кризиса не будет. Мы будем надеяться, что российско-китайские отношения будут только развиваться, да, мы видим, вот, на примере этой конференции, какое большое внимание уделяет консульство Китайской Народной Республики к данному мероприятию. Сейчас развивается очень много разных площадок, диалоговых площадок, да, Россия и Китай, проводится множество конференций, да, если вот в нашей стране, вот, и как раз очень хороший формат проводился в Благовещенске, Россия и Китай конференция, как раз вот сейчас же проходит как раз год регионального сотрудничества России и Китая, как раз приезжают, и многие школьники китайские приезжают в Благовещенску, там как раз такое, очень активно сейчас это все проходит, и приезжают и пожилые люди, там, и танцы устраиваются, и все. Я думаю, что вот эта позитивная тенденция, да, в отношениях наших двух стран, она только будет развиваться, да, и наши связи будут только укрепляться с Китаем. Можно у меня еще один вопрос возник, пожалуйста? Еще один маленький вопрос насчет Олимпиады. То есть новые задания, они будут введены с этого года, да, на межкультурную? Вот задания на перевод и на интерпретацию предложений уже были введены в прошлом году, в заключительном этапе. Мы по предварительным, так сказать, консультациям, можно сказать, что и в этом году в региональном и в заключительном этапе будет введен вот этот межкультурный компонент. Как он будет выражен, пока точно мы не можем сказать, какие это будут задания. Вот, это мы тренерский состав, мы готовим детей, да, мы проводим консультации, конечно, с составителями, вот, но тем не менее, в каком формате это будет, пока неизвестно. Но, как мы предполагаем, это будет в лингово-страноведение. Более логично это было бы ввести в лингово-страноведение. Вот я как раз в прошлом году выступал как раз здесь, в Казани, на методической конференции со своими предложениями усовершенствования Олимпиады. И вот среди моих предложений было ввести задание на перевод стихотворения, да, вот я об этом говорил, что можно ввести, допустим, стихотворение русского поэта, переведенное на китайский язык, соответственно, дети читают, они для себя переводят и пишут авторы и название стихотворения, да, и все те стихотворения, которые есть в госе, в школьной программе, соответственно. Вот это тоже очень хорошее задание, которое, оно впервые было введено в Олимпиаду по китайскому языку Санкт-Петербургского государственного университета. И вот, кстати, в ней, там очень много было, и межкультурка там была, и там было, и задание на перевод. Среди всех призеров и победителей был всего лишь один этнический китаец. И вот это показатель, я считаю, хороший. Но меня-то здесь больше интересует, а в баллах как это задание будет выражаться? Понятно, что если вот в прошлом году, я знаю, что ввели это задание, но это был всего лишь один балл. И то есть на этнических китайцев, которые, в общем-то, выиграли много мест, это не сильно повлияло, этот один балл. Мы можем только гадать. Гадать. Достать книгу перемен, да, и погадать. Вы знаете, сколько заданий. Посмотрите, если межкультурный, по идее, это должно быть и российская культура, и китайская культура в их взаимном пересечении и интеграции. Соответственно, 5 вопросов по России, 5 вопросов по Китаю. То есть итого получается 5 вопросов, это 5 баллов, плюс задание на перевод, если оно одно останется, и плюс задание на интерпретацию, 7 баллов. Ну, то есть уже значительно. Ну, понимаете, процесс идет. Процесс идет, так что это так. Спасибо большое. Спасибо большое за вопросы. Еще есть вопросы у нас в зале участников? Елена Радикова, может быть, вы же хотите что-то задать нашему эксперту? Собственно, я хотела как раз-таки задать вопрос, который вот уже задавали. Я хотела тоже, может быть, спросить у уважаемых экспертов, каково же соотношение между уровнем HSK и, проще говоря, да, чтобы сдать ЕГЭ по китайскому языку, каким минимумом HSK нужно обладать? Вот можно ли ответить на такой простой вопрос? Пороговым уровнем и наивречной коммуникативной компетенции. Нет, пороговый уровень. Не второй, пороговый. Пороговый уровень. Мы не ставим знак равно, да, между? Не совсем правильно ставить знак равно, потому что все-таки это международный стандарт, это наш отечество, наш национальный стандарт. Поэтому мы опираемся на наши нормативные документы. И вот так поставить знак равно между нашими форматами и международным сложно очень. Мне кажется, вы не совсем правы. Опять возникает вопрос, что мы будем варить в свои собственные каши, в своем собственном бульоне. То есть у нас свой стандарт, у нас свои требования, у нас своя реалифика, у нас свое все. И мы как бы не коррелируем с международным стандартным, хотя бы стандартным HSK. Понимаете? Когда спрашивают вас, значит, все-таки ваша олимпиада, появитель вашей олимпиады соответствует второму, третьему HSK, тогда понятно. А если спрашивают, и вы не знаете, или, скажем, второй, третий, четвертый, пятый класс. В Китае тоже ведь сейчас, как я сказал, есть HSK для школьников, один, два, три. И все-таки пятый класс по вашим учебникам соответствует какому уровню? Второму или третьему? Третьему или четвертому, скажем. Понимаете? Все равно эти вопросы будут возникать у тех, кто будет учить китайский язык. Будут возникать у их родителей. Понимаете? Потому что всегда должно быть соответствие с каким-то международным стандартом. А стандарт китайский, он все-таки китайский. И мы все равно должны приближаться к уровню китайскому, а не плодить, что это свое собственное. Понимаете, в чем дело? Поэтому в любом случае свое собственное – это хорошо. Это мы можем вас поблагодарить и действительно проделил большую работу. Но соответствие должно быть. Понимаете? Ну, знак «равно» мы поставить не можем, но мы можем как сказать, что вот победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников, которые становятся ими, их примерный уровень и ческей 4, и ческей 3-4, которые они тоже сдали. Либо третий, либо четвертый. Да, и вот поставить какой-то знак «равно» мы не можем. Мы не можем сказать, что и ческей 3-4. Мы не знаем, что и контент хотела. Я вам предложила, вот с 16-го года есть такой вопрос. Всем, кто интересуется этим вопросом, взять кодификатор, взять примерную программу, взять древние и ческей, провести исследование и выявить. И еще общие европейские компетенции. И выявить, какой все-таки пороговый уровень, что он подразумевает. Конечно же, есть международная программа по китайскому языку, и мы, естественно, тоже ее изучали. И, естественно, вот определенное количество литературы, научной и учебно-методической изучено, и оно входит и в списки литературы, и в концепции проведения ГИА по китайскому языку. Естественно, это все изучено, но вот пока так. Потому что китайские тоже есть программы, и у них тоже есть соответствие с китайскому языку, и европейская программа, она тоже имеет соответствующие с участием, понимаете? Поэтому у вас тоже должно быть соответствующие с участием, в любом случае. Исходя из нормативного документа, который появится в нашей стране, нет. Нормативный документ создается вами. Ваши группы, ну, неважно. В любом случае. Вы создаете людьми, которые, так сказать, вы можете им подсказать, когда люди некомпетентны, в том-то и дело. В любом случае, это все соответствует, не переживайте. Все соответствует. Я тут переживать нечего, но очень часто бывает, понимаете, люди приходят, например, платно изучать китайский язык. И их интересуют именно эти вопросы. Сколько я получу, так сказать, какой у меня будет объем, за что я плачу. И какому уровню я буду соответствовать. Поэтому я думаю, что это обязательно нужно. Для бизнеса, естественно. Ну, может быть, когда вот эта вся система, да, связана и с обучением китайскому языку в нашей стране на уровне общего образования, и система оценки, да, вот этого уровня иноязычной коммуникативной компетенции, может быть, когда эта система пройдет все этапы своего становления спустя какие-то годы, и, возможно, этот вопрос отпойдет сам собой. Может быть, да. Да, появятся учебники, которые рекомендованы министерством, тогда этот вопрос будет снят. Ну да, по крайней мере, будет понятно. Спасибо большое нашим участникам. И Татьяна Александровна у нас вопрос. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Урывская Татьяна Александровна, Руден, город Москва. У меня есть вопрос, он не сильно глобальный, но тем не менее интересный мне. Каковы истоки необходимости введения ОГЭ и ЕГЭ по китайскому языку? Почему сейчас? Почему не раньше? Сегодня прозвучала мысль о том, что далеко не все вузы нашей страны готовы к продолжающим студентам. Мы сегодня уже об этом говорили, да, то есть требования времени, да, новые парадигмы образовательные, взаимодействие активное с Китаем, которое, в общем-то, наблюдается уже, в общем, не последний год, а, наверное, там, последние даже десятилетия. И это введение в 22-м году иностранного языка в качестве обязательного для сдачи. А поскольку в стране есть очень большое количество обучающихся, да, которые изучают китайский язык на уровне общего образования, либо где-то там, ну да, скорее всего, все-таки на уровне общего образования, они оказываются неучтенными. То есть у них, они изучают китайский язык, например, как первый иностранный язык, и, соответственно, они им хорошо владеют, а сдать они его не могут. И вот в связи с этим, в связи с тем, что в 22-м году иностранный язык будет обязательным, вот начались вот эти вот, да, предварительно, да, вот за несколько лет, как мы видим, начались вот эти вот работы, потому что иначе мы бы не ушли права вот некоторых обучающихся. Ну вот по последним данным они вот уже озвучиваются. Это 17 тысяч человек, я так понимаю, на уровне общей образовательной школы изучают китайский язык. То есть вот, представьте, этот пласт выпадает, поэтому, конечно же, учитывается в первую очередь их права. Да, 18 тысяч человек — это только общее образование, да, и вот как вы сегодня говорили, есть очень много тех, которые как доп. образование, дополнительные платные курсы и так далее. Ну и конечно, и очень много школ сейчас открывают китайский язык, как второй иностранный язык, да, в некоторых школах он изучается как первый иностранный язык, да, и вот этим детям, которые выпускаются, у них нет достаточного уровня английского, чтобы сдать ЕГЭ, а по-китайскому никакой возможности им не представляется. Поэтому для этих детей их количество увеличивается. Сейчас и ввели, вводят единый государственный экзамен. Спасибо большое нашим спикерам, нашим экспертам, участникам, аудитории обязательно, да, за такие интересные вопросы, за такие подробные ответы. Спасибо большое. И я надеюсь на новую встречу, на следующей встрече дискуссионного клуба. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.